Водитель скорой знает все особенности выезда на трассу, где проходят гоночные заезды. Этому тоже учат, как и оперативному реагированию медперсонала в случае аварии. От профессионализма врачей зависит жизнь человека. Здесь при экстремальных ситуациях важно не потерять время на счету. Каждая минута, секунда. Нужно моментально понять, что же произошло с автогонщиком, какие он получил повреждения, чтобы оказать первую помощь. Чрезвычайные ситуации случаются, поэтому наличие медицинских бригад здесь обязательно. Это требования ФИА Международной Автомобильной Федерации. И для тех, кто будет дежурить на трассе первый раз, нужно еще и морально быть готовыми. В этой работе мы готовы, учитывая то, что большой опыт в оказании медицинской помощи, проще сориентироваться в плане оказания и быть морально собранным в этой ситуации. Потом проходили тренировки неоднократно. Мы готовы к этой ситуации, знаем все повороты, особенно специфику трассы. Российский этап «Формулы-1» начнется в Сочи 28 апреля и продлится до 30-го. В этот раз отрабатывали оказание помощи пилоту при столкновении болида с препятствием. По сценарию пеший медицинский пост забирает пострадавшего и уводит с трассы. Но гонщик теряет сознание, и тогда подключается уже бригада скорой, которая должна доставить его в медицинский центр, расположенный вблизи, а уже оттуда вертолетом в сочинскую больницу. Что за необходимость каждый раз перед гонками проводить подобные учения? Во-первых, между гонками у нас проходит год, навыки могут теряться. Поэтому мы проводим перед соревнованием, где-то за месяц, проводим такие крупномасштабные учения для того, чтобы напомнить сотрудникам все правила, требования ФИА. Потому что у нас за один день до гонки проходит медицинская инспекция ФИА, где они проверяют действия, слаженность коллектива. Поэтому мы проводим вот эти тренировки, чтобы все было идеально. Традиционно в составе бригады медиков представители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Сочи. Общее количество медперсонала – 200 человек. В рамках российского Гран-при «Формулы-1» на трассе будут работать 11 пеших медицинских постов, 5 машин скорой помощи, 3 бригады извлечений и 2 медицинских вертолета. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.